а вот смотрите это мое открытие это у меня два дня держалась праздничное настроение после этого пока успокоился и так получилось следующее кто из вас прислал ну как колитесь кто из вас прислал мне уроки курдюбова свобода минуты я взял открыл вот много я не мог узнать но то что я сейчас узнал у него это невероятно этого не может быть то есть я не ждал этого подарка даже даже близко до счет ученые смотрите будьте внимательны вы поймете что у двух человек сошлись эти сходятся эти самые внимание я аккуратно он говорил к я записывал отрыва устной речи курдюбова сейчас поймете случилось чудо открыть новый закон природы вот потому что до сих пор его никто не признавал и даже исаева ничего не удалось сделать хотя она умница она гений вот он пишет нет он рассказывает но это ж легко вы знаете нам даже мне от от меня не надо вам даже ссылки вы просто вот так эдвий курдюбова уроки садоводства часть 1 все и вот там он живем скажет то что я переписывал за ним ну как называется синографировал внимание это важнейший момент ради этого стоило вообще жить в москве встретился с и с это ирина сергеевна исаева вот дальше ну это получается стенограмма не селекция наблюдение 20 лет наблюдения на 200 сортах яма и вот она только наблюдала внимание это важнейший момент это потом надо как-то будет нам когда юрий владимир железов мой брат вырежет этот кусок который сейчас говорю надо будет как-то ему звучит название вот потому что мы с исаевы совершили научный подвиг пока об этом знаю только я один а сейчас вы узнаете итак 20 лет наблюдения 200 сортам яблони сделана диссертация по продуктивности яблони высчитала все и получила отказ в мичуринске на своей родине она родилась в мичуринске вы понимаете вот отсюда начинается вот вот этот тихий ужас ей отказали в защите диссертации внимание почему селекция яблонь ни на килограмм не увеличит их продуктивность заметьте у меня будут другие слова калечения пусть здесь селекция мне калечения но это потом начиная с пятиграммовых плодов это я цитирую начиная с пятиграммовых плодов их становится настолько меньше насколько больше они плоды еще раз селекция ни на килограмм не увеличит продуктивность выводы еще не сделали сейчас погодите вот она Ирина я надеюсь что все сейчас не аплодирует почему выводы за этим выводы какие поймете вот она гениальная женщина вот Ирина Сергеевна как бы я вас расцеловал вот и второй можно сказать соискатель или как там сантов Жилий Зарей Константинович тоже продуктивность создавал смотрим дальше внимание вот это мой архив сейчас его надо искать и здесь в этом архиве есть книга называется новое садоводство 21 веке в России это должна быть четвертая книга а первая с Курдюмом только мы об этом там не акцент не делали на продуктивности вторая вы знаете и третья знаете в третьей книге уже есть пару мировых открытий я так скромно говорю а вот эта книга не была издана и наверное никогда не будет издана почему нет порогов в своем Отечестве и вот когда вот если нажать сюда я могу если остается время я еще нажму вот если сюда нажать внимание а это книга постулатов постулат 28 я железу клянусь Богом клянусь клянусь всем здоровьем в своей жизни своим это что я не добавил ни одной этой запятой ничего смотрите постулат 28 это были постулаты это сейчас я претендую назвать его законом вспомнили увеличатся плоды селекция а общий размер продуктивность дерева остается неизменным ну добавим слова за всю жизнь еще не пусть нудно но вы поймете к чему я клоню-то какое оно практическое значение будет иметь итак теперь железов никакими ухищрениями Александр Алексеевич вы это знаете я на это рассказывал на семинарах подтвердите никакими ухищрениями в том числе пыточными пересадки обрезка обильные поливы удушение проволокой обдирание коры обрубание корней обильные подкормки создание искусственной среды обитания невозможно получить урожаев КГ за все годы жизни больше чем он заложен в программе развития дерева еще в момент зачатия то есть дерева не было была семечка или там и уже тогда было не будет а вот килограмм надо было в граммах то есть даже грамма не будет а почему я на этом акцент делаю почему я аплодирую ей она подошла с одной стороны я подошел с другой стороны вот следующий постулат теперь это надо переделывать закон вот это вот любое то есть если подойти к этому как она то есть она про селекцию а я про ухищрение объединяем все вместе селекция запятая ухищрение так и вывод тот самый который должен поменять все отношения это вершина моей жизни и я уверен что я не оценю а что там было дальше ее же это отказали в это самое принять у нее диссертацию защиту она поехала на это представляете каких там были специалисты каким чудом ей удалось а знаете почему вот постулат 29 любое искусственное вмешательство в жизнь дерева тут можно было в скопах так же селекция или издевательство и сайва и железу уменьшает суммарный результат вырожая в КГ здоровье срок жизни дерева любое то есть есть предел который может дать дерево что бы вы ни делали селекция не получите ни одного грамма лишнего как бы вы ни это помните эти самые пересадки обрезка обильное поливо удушение обдирание обрубание корней все вот понимаете а это я теперь вместо постулата вот Александр Алексеевич гребрик главный редактор бюро свидетелей вот это новый закон природы вот это какие закон это самое почему кирпич падает а не наоборот вот и дальше я расшифровываю это все только я выделил крупное я ничего не менял менял я вот это вот увеличил шрифт но больше ничего запятых все на месте вот то есть это много лет назад мной сделано было только шансов не было и книга забыта именно я расшифровываю еще раз любое это важнейший момент это важнейший момент в этом вообще в науке вообще вот то что происходит в эти секунды это важнейший момент вообще в науке в псевдородстве биологии еще раз повторю понятно что увеличить невозможно а любое искусственное вмешательство уменьшает суммарный результат здоровья и срок жизни а они то все доказывают что решет и будет все наоборот теперь это я выделил именно издевательство над живым организмом дерева и попытка его дерево не спастись а дать семена для продления рода в плодах не спастись а и навели южных садоводов у которых деревья сразу не умирали хмыслив что им все можно вот там есть про то что я называю а нет я это называю при смерти урожая вот этот супер урожай обычно при смерти и вот что интересно да многие вот дерево искалечено я сейчас все еще разжевываю не вам нет тем академикам которые меня это с трибуны согнали в международной конференции вот то я как бы для них говорю дерево калечится у вас в этих ваших испытательных полигонах всегда что бы вы ни делали как бы вы ни хотели чтобы оно было более морозостойко иммунное от парши от всего от всего от всего вот но вы тут же его искалечили и оно частенько дает супер урожай а потом два варианта и уже знаю супер урожай как правило дерево пусть это умирает и появились вы знаете давайте каждый второй этот цветочек оборвем понимаем нет давайте половину веток отрежем вот то есть считают что причина супер урожая это просто дерево здорово взяло и дало очень много много цветов и завязалось много плодов вот это считают а то что искалечили дерево никому в голову не приходит вот придумали дальнейшее значение это когда цветочки оторвают или ветки отрезают чтобы урожай сделать более умеренным а это опять опрыскивание опять умирает и все прочее вот считаю еще раз именно издевательство на живом организме дерева и попытка его дерево не спастись отдать семена для продления рода в плодах надо добавить супер урожай и навели южных садоводов у которых деревья сразу не умирали к мысли что им все можно южных а в северной россии любая рана не заживет до конца инфицируется становится открытыми воротами для гриба мороза ну и дальше я немножко хорошо пробовал что интересно моя книга вот эта постулата она очень лаконична вы там увидите вот столичка текста фотографии столичка текста вот вот типичный заголовок статьи из газеты отрежем все лишнее кладу валидов под язык и рассуждаю вот тут я немножко порассуждал но у меня там десятки постулатов которые четко лаконично и меня доли все слова а вот тут я вынужден потому что это новый закон природы просто я постеснялся его назвать законом назвал постулатом Курлимов говорил что лучше пусть будет гипотеза а я в наглую постулат а он уже закон вот вот типичный заголовок отрежем все лишнее кладу валидов под язык и рассуждаю миллиард лет природы выращивал деревья в самых жестких невыносимых условиях и достигло в этом совершенства но современное садоводство которому всего сотни две лет отроду вздумало улучшить деревья с помощью пилы и секатора результат бездумного подражания научным приемом гибели или болезни миллионов деревьев по всей территории России не верите сейчас проверите ну и дальше у меня это ой где я делал я хотел вам показать вот это вот я потом у меня будет возможность вот она вот эту книгу создавали профессора это конец 19 начало 20 века вот здесь очень много умнейших советов здесь все есть даже как сделать ой все тут есть вот но чего тут было самое страшное что раздел садоводства это то самое откуда до сих пор идет улучшение деревьев я потом выберу подчеркну перефотографирую я не могу успокоиться вот я вам еще несколько слов скажу это вот я уже знаю что я шифровать почему это важно вы понимаете у нас нет своих магазинов плодов где-то умную мысль прочитал потом как-то вам покажу где-то перефотографировал что промышленные сады России не светят вот я не беру яблони там на юге есть немножко но это проценты от мирового от того что поступает за границу я про груши сливы вишни и абрикосы вот о чем вишни практически уничтожились собственными руками только признаться не хватит а знаете почему нет признаться потому что они это сами не знают вот скрупнейший специалист пишет рассказывает вишневые сады поросе погибли потому что потепление вот так и вот что получается значит сейчас вы поймете секундочку у меня есть статья называется шаг вперед абаза шаг вперед два назад значит типичные ошибки это не важно 10 саженцев или как это тысячи купил прекрасный инженер директор крупного предприятия город абаза он на том свете не буду говорить ни фамилии ни имени он уже на том свете вот он меня приглашает что я вижу буквально несколько уже без фотографий все это есть и фильм снял но что я вижу значит под каждое дерево вот так вот были высыпаны зола мокрые вот так под ней яблони гнили посажены были ясно углубления понятно ямки садили такие что корни выворачивались вот так вот так садили а они не влазили вот так вдавливали вот там у них было несколько рабочих бригадир такая морда на фотографиях есть и девушка под названием агроном специальным образованием вот что они натворили все питомники запретили приезжать засаживаться это учеба ребята пусть я повторюсь но нам надо эту тему закончить вот хотя бы чтобы вот еще как там я показал 60 тысяч просмотров чтобы может быть это именно кусочек столько наберет и мы сколько людей мы поможем вот ни один запретили приезжать а он не бедный а он грузовики пожалуйста микроавтобусы нет только по почте а что по почте присылает вы уже знаете вот далее деревья фотографии я делал в августе листьев было так мало явно было что они уже предыдущей зимы почки большинство было уничтожено морозом листики были но так жидко это уже все где-то примерно процентов 10 от нормального облиственного этого вот сам начальник сам директор он же как бы садовод вот а перед ним книга я не буду говорить какая там все было и было там вот это вот вот это вот это не его это мне прислали это кто-то из вас ребята прислал начитался и сказал себе наверное так пишут умные люди все равно трещины появятся искалечу я заранее искалечу представляете теперь кора не дышит страшные раны перед зимой вот и он так на это на это совершенно это еще один человек который опять прочитал книгу про бороздование а тот-то уничтожил я подчеркиваю почему не будет промышленный садов он уничтожил не десяток а сотни деревьев я говорю они уже никогда плодоносить не будут только все уже не болит до такой степени на них листья не держатся все лето сыпались листья вот и я где-то примерно здесь буду заканчивать я что-то пропустил вот но мне вот это вот открытие вы понимаете почему нужно это открытие вот дерево которому я не не подходил секатор вот оно а Поливкина оказывается со мной вступила в спор да поверите невозможно представить они мелкие будут поэтому давайте заранее колесим ну ладно вот еще раз на этом я буду заканчивать почему это как бы вершина у меня несколько мировых открытий вы знаете а претендует на мировые открытия то чего к сожалению наука не заметила и не замечает вот это она не заметила у меня же на сайте есть это на сайте есть вот даже лень украсть в конце концов просто украсть а когда я говорю что на дереве нет ни одной лишней ветки ни одного почки и ни одного листика нет вообще таким дерево создала природа все эти сказки шутки что давайте улучшать будем как это третий миллион учат уже уже третий миллион учат что и что она написала спорю уже со мной железо яблоки будут крупные и мы все нет если резать они резать или будут мелкие а ты дождешься их яблок ну мы еще до нее доберемся в общем вы поняли если вот это вот закон постулата можно спорить так вот можно назвать аксиома можно назвать закон если это так то все что сейчас производится происходит ну например у меня еще есть несколько минут да почему это было не стали от черта это самое ой это у меня Поливкина нет я сейчас просто наберу знаете как вот я к чему говорю настоящая индустрия по уничтожению дилеев обрезка плодовых деревьев мы наберем первое слово пусть будет фото сразу на Поливкину попадаю третий миллион к ней попадает а как ей благодарят вот вот это вот вот это вот есть то самое она отсюда брала фотографии все доеденные она не садовод вот вы представляете это все мученическая жизнь и смерть деревьев их сотни тысячи а если чуть изменить название то получаются миллионы это невероятно вы понимаете вот смотрите ну что это такое как можно так издеваться ведь они же живые все я заканчиваю друзья вот я просто хотел вот этим вот сказать что этот закон отвергает все вот это вот все полностью вот а этому научены миллионы миллионы людей научены уже уничтожены миллиарды деревьев просто масштабы бедствия это надо специальную подготовку иметь как мне вот любуйтесь любуйтесь все на этом мы заканчиваем пусть я не скажу но трачу ну может быть отыграетесь там где вопрос ответа может там писем будет больше не забудьте не забудьте не забудьте